Друзья мои, у нас прекрасный новый день, у нас прекрасный месяц, август, лето еще не закончилось, еще ровно у нас, ровно-ровно у нас еще один месяц, замечательного лета, будет прекрасная погода и все у нас будет хорошо, огромное количество мероприятий. У нас удивительный конгресс, который будет у нас посвящен 27-летию церкви, началу служения этой церкви, в которой мы все имеем привилегию быть, это удивительное время, супер вообще, просто будет хорошее время, помните, знаете, где он будет, не промахайтесь сюда, не приходите, здесь служения не будет в следующем воскресенье. Мы будем собираться, вы поняли где. Кто не понял, заинтересуйтесь, заодно увидите. Итак, проповедь свою я называл «Бог всегда прав», и еще, что Он все знает. Вы знаете, с этого, как-то так, в преддверии 14-го числа августа, когда начиналось наше первое служение, меня все время накрывает вот эта такая ностальгия, не ностальгия, а воспоминания о прошлом, как все начиналось. Вот эта песня, ты помнишь, как все начиналось, все было впервые и вновь, реально, это прям вот точно про то, что было впервые и вновь. Но я вспоминаю момент, знаете, своего покаяния. Покаяние, когда оно случилось на самом деле. Не когда я только вышел на служение и произнес красивые, как это, святые слова, а покаяние, которое началось задолго до этого в твоих переживаниях, потому что Дух Святой, Он в тебе производит свою работу. Вот, знаете, это было интересно, я шел с одного такого, ну, 90-е, 94-й год, какой-то апрель месяц, март месяц, такое, знаете, все такое, на фоне разрухи в твою жизнь приходят какие-то верующие. И эти верующие все разные были. В 90-е люди приходили в церковь по проповедям Павел Еврей, Петр Еврей, ты тоже можешь спастись. Вот реально вот из-за этих слов люди могли просто приходить. Я видел людей, которым раздавали брошюрки, вот такие вот, пожалуясь-то, не попуди в ад. Ах, и из всех этих слов только ад был написан без ошибки. И там были такие люди, тянущие вверх руки, в огне горящие, это вот начало было. Но внутри была весть о спасении, и мы называли эти раздаточный, раздаточный венгеляционный материал, РЭМ. Вот, мы называли это «Налицо ужасное и доброе внутри». И она была вот такая. И люди читали, никто не придирался, это не как сейчас, это не то, я тогда ошибся, не то место из Библии назвал. Ну и нынешние какие-то поколения совсем другие. Тогда люди каялись, потому что ты должен читать Библию. Библию? Да, будем читать Библию. А что, ты Библию читал? Да, 25-ю главу в Библии я читал. 25-ю главу чего в Библии ты читал? Ну что-то ты читал. И люди приходили как-то так в церковь, искренникаялись, но смотря видео, которое было у нас, остатки вот тех времен, я бы в такую церковь никогда в жизни не пришел. Ну и вот я посещаю, ну я пришел. Я посещаю это мероприятие, и такие верующие разные сидят, и один начинает разговор, он говорит, Господь везде. Господь, вот он везде, он вот все основал, и ты сидишь, слушаешь, тебе домой надо идти, уже надоели они тебе, все пристают к тебе с своим Евангелием. И в какой-то момент он говорит, вот мы сейчас помолимся за чай, а там чай такой разыдывал, и Господь прям в чае будет. Девяностые, в чай так в чае. 21 год мне, Господь везде, вся жизнь впереди, да, в чай выпьем и Господа тоже чаем. И знаете, я вышел, иду, ну все, странные люди остались в квартире, а я иду, по-моему, в твоей квартире-то странные люди остались, да, у твоих родителей, да, 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 вот, и ты тоже с ними остался странными людьми, вот, и я, ты тоже тогда была странная, вот, ну, и я иду, и там такая аллейка есть, ну такая, и вдруг слово такое, вот, вот я не знаю, это не было такого, что я все знаю про тебя, и все, и все оглянулись из поселки-то, он все знает про тебя, вот, про него, про него. Это было такое внутреннее ощущение Божьего голоса, я все знаю про тебя. Я остановился, ну, ну, не вот это, ну, не разыгрывать только драму, Господь мне сказал, не сказал, говорит, это было в сердце, вот, я прям получил откровение, я все знаю, чай сработал, чай, прям реальный чай, вот как он впитался, я не знаю, такой контакт с Богом, я не знаю, что было в этом чае, но, но со мной заговорили деревья, вот, ну, и вдруг мне, и Бог, он говорит мне, я все знаю про тебя, я говорю, вообще все, он говорит, насквозь вижу. И вдруг у меня, знаете, такое перед глазами, вот эта вселенная наша, Бог, сотворивший все, хозяин жизни, знает все про меня. И знаете, я вот тогда, в этот вечер, я научился страху Господню. Вот знаете, как-то так, потому что Писание говорит, начало мудрости, страх Господень. И я с этого момента, когда я понял, что есть кто-то, кто-то, сотворивший все, он все знает про меня, знает мою жизнь до, в этот момент, потом, я понял, надо как-то его узнать, надо как-то с ним подружиться, надо нырнуть в эту глубину общения с ним. И я понял, что я изучу его только, если буду вот дальше искать. И мы начали бегать по разным хорошим церквям, приходили в одну церковь, мы начали, а тогда, ты такой молодой, ты приходишь в одну церковь, я помню, мы пришли в районе 8 марта в церковь, ну, выходные, а ты в какой-то мифической церкви, там рассказывают, какие-то 30, 60, 100 крат, какие-то книжки. И так тепло, у батареи было, и солнышко светило, я усну, я говорю, не, ну, церковь мы ходить не будем, потому что тут я буду спать. Потом мы в другую церковь, там проповедник носится по сцене, та-та-та-та-та-та-та-та, гвозди забивает, мы, не-не-не-не, в эту церковь мы тоже ходить не будем. Мы выбирали, мы прям вставали посередине собрания, уходили прям, и говорили, а что тут? И потом мы попали в такую церковь, где вот сошлись какие-то наши флюиды, и мы вышли на покаяние, и с Федором Николаевичем мы там сошли вниз, прям по ступенькам, таран-таран, покаялись. Вот я, помните, эту историю все время рассказываю, супруга моя, она, ну, проповедник, который проповедовал о покаянии, говорил очень быстро и нервничал. И он так быстро, и он не верил, что выйдет тут покаяться, мы вышли, он, видимо, чтобы мы не убежали, быстро заставил нас произвести молитву покаяния, а супруга моя не успела. Вот я встречался с Мирской, неделю, да, из-за чего? Я был не виноват, она тоже, не успел проповедник, вот он был такой быстрый к покаянию, или в 90-е так надо было каяться, я не знаю. Но суть в том, что я понял, знаете, такую вещь интересную, которая меня, ну, как-то всю жизнь ведет. Бог, он всегда прав и все знает. И как-то я, знаете, стал с этим откровением жить, и мне стало просто. Он хозяин жизни. Я пришел к удивительному выводу, что что бы ни происходило, Бог в курсе, над этим работает, и в итоге он всегда оказывается прав. Знаете, я, исходя из этого, стал читать Библию по-другому, и во мне стали происходить различные метаморфозы. Итак, Евангелие от Марка, 10 глава, 46 стих. Проходит в Иерихон, приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона, приходит в Иерихон, ну, зачем Марк написал, ну, просто бы написал, выходит из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыню. Просто история про человека, который сидел и просил. Но, если читать ее с пониманием, что у Бога все под контролем, то ты видишь совсем другое. Смотрите, услышав это, услышав, что это Иисус, на заре он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Он не просто сидел. Этот человек ожидал в своей жизни чуда. Он ожидал чуда. И он слышал об этом Иисусе. Он знал Писание. Он знал какие-то вещи. Но я спрошу вас, на основании чего Вартимей начал просить свое исцеление? На основании жертвы Иисуса? Еще не было жертвы Иисуса. На основании того, что он ходил в церковь? Еще не было никаких церквей. Он просто был слепой, просил милостынюю. Но вдруг в какой-то момент в нем просыпается вот эта тема. Потому что мы всегда, обращаясь к Господу верно или неверно, всегда получаем помощь вовремя. Когда Иисус Навин хотел, чтобы день остановился, он прокричал, что? Солнце, стой! И земля продолжила крутиться, пока до ангелов не дошло. А, он хочет землю остановить. И они остановили землю. И, представляете, он же как бы не точно в молитве указал цель своей молитвы. Он просил не просто зеленый велосипед. Он должен был просить велосипед с двумя колесами, с двумя педалями. Послушайте, давайте как-то проще относиться к нашим взаимоотношениям с Богом. Потому что в Писании написано, он знает о твоей нужде прежде твоего прошения. И ему пояснять не надо. Такое ощущение, что, ну, это сейчас, когда дети чего-то просят, какую-то игрушку. Ну, вот недавно ко мне подошла дочь и говорит, мне нужен попыт. Я говорю, Лен, опять пора ее к... Кто речь-то исправляет? К логопеду пора. А что? Ну, она попыт говорит. Ну, это же какое-то, наверное, слово она зашифровала. Просто не выговаривает половину букв, потому что попыт. Какой попыт? И она мне объясняет, это вот это, вот это. Я не понял, она показала мне видео. Это... Бог не такой. Писание говорит, он раньше знает попыт, чем ты попросил попыт. И ему не надо... Ну, мне надо вот деньги, деньги мне надо вот на что. Вот на это, на то, на то. Не-не-не-не. Прежде прошения. Он знает все твои нужды. Он вперед идет тебя чуть-чуть. Примерно на величину твоей жизни. Он опережает тебя. И тут вдруг Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И знаете, я прям откровение получил. Потому что он не молится, исцели меня во имя Иисуса, дай мне прозреть во имя Иисуса. Он говорит, помилуй меня. Потому что, и Писание, знаете, если проводить аналогию, то написано в Библии, милость Господа обновляется каждое утро. Каждое утро Бог обновляет милость. То есть ты каждое утро можешь проснуться и быть помилованным от болезни. Без разницы какой. От слепоты, от глухоты, от всего. Просто помилуй меня. И вот сидит этот слепой. И он, смотрите, что делает. Ноги заставляя его молчать. Но он еще более стал кричать, сын Давидов, помилуй меня. Он был укоренен. Он был укоренен в понимании того, что Бог все может. Бог будет до конца с ним быть, будет его вести. Люди говорят, замолчи. Ты порчи служение. Угомонись, отстань. Он еще громче начал кричать. Потому что люди будут говорить разное. И про Бога, и про церковь, про все вокруг. Люди будут говорить. Если это сумасшедшая программа. Пусть говорят. Вот просто переключайте канал прямо с этой программы. Люди пусть говорят. Но ты, как человек, ты должен идти исследовать тому, что ты получил из Слова Божьего. И он продолжает еще громче кричать. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут Слепого и говорят ему, не бойся, вставай. Он, говорит, зовет тебя. Я примерно прикинул, что было на самом деле. Смотрите. Он кричит. Громко орет. В какой-то момент люди заставляют его молчать. Как люди заставляют тебя молчать, если ты продолжаешь орать? Они начинают тебя запинывать. Потому что он не боялся до этого момента. Но потом, когда Иисус говорит. Позовите его. Они ему говорят. Все, не бойся. Он продолжает защищаться от людей. Не бойся. Вставай. А этого они его просто сбили с ног. И он приходит к Иисусу. Все так драматично, так красиво люди видят. Ох, вот это вот, как у нас с вами. Дорожка вот эта красная. Ангелочки. Розовые эти, единорожки прыгают. И вот идет удивительный вратимен. Идет такой прям все. Он, смотрите, он сбросил себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил. Чего ты хочешь от меня? Если мы сидим такие сейчас. Очевидно. Ну, а че, ну что за вопрос? Ну, 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 почему? Ну, как-то неприлично задавать такие вопросы слепому. Конечно, прозреть. Не факт. Вообще не факт. Вот вы знаете, если мы спросим каждого в церкви, чего он хочет, каждый ответит разное. Огромное количество людей пришло попрать здоровье. Огромное количество людей пришло... Все пришли в церковь из-за проблем. А я вот не пришел в церковь из-за проблем. Я пришел в церковь от голоса с неба, который мне сказал, все знаю, братья. А испугался, побежал, что надо знакомиться. А то мало ли чего. То есть каждый приходит по-разному. Каждый из нас к Богу идет по какой-то своей причине, у каждого свои мотивы. И поэтому Бог, он обращаясь к Артемею, говорит, ты что хочешь от меня? И то же самое к нам, этот вопрос звучит каждый день. Что ты на самом деле хочешь? Потому что если вы посмотрите Писание, если вы внимательно будете изучать, что в большинстве случаев, когда люди приходили с вопросом к Иисусу, он, отвечая им, задавал встречный вопрос. Может быть, конечно, это из-за особенностей его мамы. Но в том числе это всегда к нам Божий вопрос. Ты приходишь, ты заболел, Господи исцели. А ты что по этому поводу думаешь? А я думаю, что Ран Мисуса, я исцелен. Ты должен ответить в первую очередь себе сам. Когда ты испытываешь трудности в своей семье, когда ты испытываешь трудности на работе еще где-то, ты спрашиваешь, но Бог передает тебе вопрос, а ты как думаешь, из-за чего это все произошло? Почему у тебя нет друзей? Почему к тебе никто не приходит в гости? Почему, когда у тебя трудности, тебя никто не вдохновляет? Или наоборот, почему у тебя отбоя нет от друзей? Каждый раз у тебя в ответ звучит вопрос, «А ты что хочешь? Ты реально что в церкви хочешь?» Поэтому почему люди покидают церковь, они очень часто притыкаются на том, на сём, а хочется всегда их спросить, «Ребят, а вы чего хотели-то?» У меня был знакомый, удивительный человек, он пришел в церковь, потому что у него ушла жена. А он попивал. Он пришел в церковь, перестал пить, вернулась жена, они вместе ушли из церкви. Знаете, такое огромное количество примеров. Огромное количество примеров. Другая половина примеров, она звучит так, «Мне ваш Бог не помог». Конечно! Конечно, тебе мой Бог не поможет. Это мой Бог. Почему он должен тебе помогать? В Артемий подошел, что ты хочешь от меня. И он задает ему этот вопрос. И он говорит, что, определись, точно ли ты хочешь прозреть? Потому что мы с вами, читая Писание, думаем, что здесь вот 11 глава начинается, 10 заканчивается и всё. Друзья, а как-то в Артемии после этого надо было жить? Ну, задайте себе сами этот вопрос. Смотрите. Он отвечает, ну, спросил, что ты хочешь, учитель, чтобы мне прозреть? Он говорит, я хочу прозреть. И после того, как он прозрел, он потерял работу. Сразу же потерял работу в Артемии. Сразу же полностью потерял свой доход. У него в жизни всё изменилось. Он, апостол Павел пишет, кто крал впредь, не кради. Кто был злобный, перестань работать с собой. То есть, что ты на самом деле хочешь? Ты просто потребитель, который пришёл что-то хапнуть от Бога, восстановить семью, перестать пить, что-то ещё делать. Вот это и вот это, а потом быстренько свалить, выполнив всю свою программу минимум? Или ты на самом деле хочешь прозреть и пойти дальше? Потому что нам нужно как-то дальше жить. Вот смотрите, ты прозрел. Вот я шёл по этой полянке, ну, по этой аллейке. И вдруг у меня слово. Я всё знаю про тебя. Вот, слушайте, ну, как-то с этим надо жить дальше. И вот моя жизнь с тех пор идёт в понимании того, что он знает, он видит, следит, ну, в хорошем смысле. И у меня, ну, реально, я переживаю какие-то вещи, связанные со страхом Господнем. Я переживаю, конечно, я косячу. Очень часто много что-то происходит, особенно словами, потому что я вот, ну, говорящий человек. Кто не согрешает слов, и тот человек совершенный. Я себя к совершенным людям совершенно не отношу. Но, тем не менее, как бы, я возвращаюсь обратно, говорю, Господи, прости, всё, я всё понимаю, ты всё знаешь, всё видишь. Ты сердцевидец. И, исходя из этого, твоя жизнь, она уже не жизнь слепца, но жизнь, которую ты не можешь воровать. Ну, без того, чтобы совесть тебя не обличала. Воровать ты можешь. Ну, о пожертвованиях. Почему бы большинство, мы не любим о пожертвованиях, слов. Или это, семейные курсы. Потому что на семейных курсах, вот, буквально в случае пятилетней давности, мы сидим в определённом месте, случайно встречаем одну семью. И мы начинаем общаться. И жена, неправильная жена, всегда жалуется на мужа. Аминь, братья. Ещё раз. Сейчас сёстры должны аминь сказать. Неправильная жена всегда жалуется на мужа. Костик, она услышала с первого раза. Она уже, это, вот, ну. Друзья мои, смотрите. Здесь очень важный момент в жизни. И мы садимся. И она начинает прям при нём рассказывать моей супруге свои жалобы. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Моя сидит. А у меня жена на стороне добра. Ну, то есть мы на стороне мужчин. Вот, и она, ну, она перешла на сторону добра, да. И она джедай у меня. Вот. И она ей говорит. Ну, ты не должна вот с мужем так разговаривать, а мужа так говорить там, так. Муж, он понимаешь, вот. Муж, он понимаешь. Она прям меняется в лице и говорит. Мне не нравится, что ты мне говоришь. Ты должна меня поддерживать. Я встаю, думаю, сейчас я тебе дам, она тебя должна поддерживать. Ну, в смысле? Я тут бился 20 лет. Чтобы она так не делала. Ну, каялся, в смысле. И молился, и унижался. А ты сейчас, она будет тебя поддерживать. Ты знаешь, и она мне не нравится. Вот прям стоит и говорит. Мне не нравится. Мне такое лидерство не нравится. Я рад за тебя. Кстати, такое все не нравится. Ну, иди тогда. Дальше. Лесом. Потому что Писание говорит о том, что ты думаешь. Что ты думаешь. Он спрашивает тебя, Бог. И ты, ну, знаете, мы как люди. Вот это вот потребление, оно нас уже должно утомить в церкви. Аминь, видишь? И мы ныряем в 22-й псалом. Друзья мои, мы сегодня на первом собрании сумели только 22-й псалом почитать. Это вот проповеди, которые до этого не было. Которые сейчас про Вратимея я не успел. Поэтому с вами, надеюсь, успеть 22-й псалом. У меня есть 17 минут. Итак, псалом 22. Смотрите, я хочу вам его разобрать в понимании Божьей, Божьей, ну, прочести его в контексте того, что я вам говорю. Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. И, знаешь, я... Мы читаем, когда с вами это. Мы всегда с вами провозглашаем в свою жизнь этот псалом, думая, что все будет хорошо. Вот все будет прекрасно. И мы говорим, Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. И вот если бы дальше ничего в этом псаломе не было бы написано, Ай, это была бы жизнь. Но он покоит меня на злачных пажетях. Ой-ой-ой. Водит меня к водам тихим. Ну, что за жизнь? Ну, ребят, ну, честно. Ну, это же прекрасное, удивительное. Нам... Нам... Вот это первые три месяца в церкви. Ой, все хорошо. Или там как? Медовый месяц в семье. Ой, мы поехали в Турцию. У нас все в семье хорошо будет. Мы связываем слова всех, кто перед этим нам сказал, что первый год сложный в семье. И там, знаете, все... Мы все сделали, все связали. И приехали в Турцию. У нас все хорошо. Он подкрепляет душу мою. Начинаются первые сложности в церкви. Вот, оказывается, почему-то наша душа нуждается в том, чтобы ее кто-то извне подкреплял. Потому что в какой-то момент тут тяжело, тут тяжело. Мне недавно произошел очень странный случай. Я устал работать. Вот, знаете, ну, при том, я устал на каком-то уровне, ну, таком прямо. Вот устал прямо. Я лежу, в понедельник все на работу идут, а я лежу. И, главное, я увидел себя вот с такими пальчиками на груди. Ну, не без свечки, конечно. Ну, так. И, главное, знаете, я привел себе максимально неоспоримые доводы, почему я устал. Лежу, и тот же голос, который всегда прав, вот тот же голос, который все знает, вдруг так тихонечко мне прошептал. Немного поспишь. Немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя. И нужда твоя, как разбойник. Потом глаза открываю, смотрю, жена мне читает. Вот, ну, голос жены, часто голос Божий. Все, сказал, что просила. А, еще ты просила сказать, что я не подкаблучник. Я не подкаблучник. Вот, ну, так Аврааму сказал Бог, послушай жену свою, Сару, будет тебе жизнь. Все нормально будет. Смотрите, подкрепляет душу. И в какой-то момент, вот знаете, нам часто кажется, что подкрепление души это такая вот прерогатива кого-то, кто тебя вдохновит, давай, все нормально будет. И Бог так внутри. Да я понимаю твои трудности. Я всю жизнь свою жду слова от Бога. Я понимаю, трудно, держись. Вот я вот эти слова жду. 27 лет жду. А знаете, какие слова все время приходят? Вообще не те. У меня был очень сложный период в жизни около пяти, около семи лет назад. Когда, прямо вот он был сложный период в жизни. Прямо жутко сложный. Когда, ну, были разные периоды. Этот был, вот, чтобы вы поняли, вот момент смерти моей мамы, там вот это все, у нее онкология, она там, ну, маленько, полностью там сошла с ума и так далее. Мне почему-то кажется, я сейчас говорю, что она сошла с ума, она слышит и будет меня ругать. Нет, она на небесах, все в порядке. Там, ну, встретимся, поругает. Но суть в чем, в том, что был момент такой критичный, когда три месяца прошло, там пять раз в день феназепам, пять раз в день морфин мы кололи, там вот это вся вот это безумие. И просто все ждали смерти, вот по-честному. Вот-вот все ждут смерти. Но это все настолько сложно, она еще не покаялась там вот так, чтобы покаяться. У меня свои там эти переживания, работа. Остров мы делаем как раз максимально, вот этот вот выезд наш мочальный, такой на тысячу человек. Все вот такое вот вокруг. И вот я не могу из дома выйти просто, я должен делать там уколы, все вот это. Знаете, в какой-то момент у меня в три ночи, когда в очередной раз что-то произошло, вот прям три ночи, и у меня прям раз и все, отрубает меня. Я начинаю, что-то, какую-то мебель уронил, что-то еще, и я только чувствую, как меня супруга моя утаскивает. Руки чьи-то меня тащат снизу, вот где у меня мать лежала, и меня кто-то уводит куда-то, что-то мне говорят какие-то слова. И я, знаете, сажусь на ступеньки, у меня такие ступеньки есть на второй этаж. Я сажусь, и я в какой-то момент жизни вдруг, как раз, знаете, как раз вернулся обратно. Сижу, и в этот момент я жду опять этот голос. Он всегда приходит в такие моменты. И я жду сейчас. И я, как всегда, как обычный человек, планирую, что фраза будет вот такой. И, представляете, звучит вот этот внутренний голос, который говорит, сломаешься, сломаешься, никто тебя не соберет, если развалишься. Соберись, пройди. Я вот, ну, а я с ним не спорю, с этим голосом. Бесполезно. Знаете почему? Он прав. Он всегда прав. И Писание говорит, победит в суде своем. И вот, знаешь, прошли годы, я понимаю, что именно эти слова провели меня через следующие еще четыре месяца вот этого ада. Потому что я как-то собрался, я понял, что все, и я пошел обратно спать. На другой день я спустился вниз, и у меня мамуля моя в себя пришла на какое-то время. Вот хотите верить, хотите нет, но я исполнил то, что Бог сказал тогда, я был недоволен, я ждал не этих слов, мне все не понравилось, как он мне сказал, но я послушал. Я поднялся наверх, а потом на другой день она очнулась из вот этого безумия, что нужно сделать, чтобы покаяться, как ты говоришь. Вот так она прямо сказала, меня встретила вот так. Со мной сказала молитву покаяния, прямо вот четко, понятно. Все, опять отключилась, отъехала, но спаслась. Я поднялся наверх и говорю, Лен, говорю, Лен, все, сейчас, значит, покаялась, Господу уйдет, скоро наше страдание закончится. Еще четыре месяца вот этого ада продолжалось, пока она не ушла, она не веса, но она спаслась, и каждое слово, которое ты принял, если ты за него готов вцепиться, оно будет проверено. Я думал, все, сейчас все нормально будет, все, ну все, я, значит, собрался, все, значит, не развалился, а она сейчас покаяться, и на небо уйдет. И еще четыре месяца понадобилось жизни, Богу, не знаю, чему и кому, чтобы проверить, поверил ли я в это слово и принял ли я его на самом деле. И эта жизнь, она вот так вот у меня замечательно продолжилась. Подкрепляет душу мою, нам кажется, он так будет подкреплять, он будет подкреплять максимально эффективно для каждого лично из нас. Подберет ключи к каждому. Ты, главное, его послушай. Вы знаете, вот послушай его, услышав, что это Иисус, он сказал, Иисус сын Давидов, помилуй меня. Он не стал говорить, доктрины сыпать, какой глаз, ему надо исцелить первым, какой вторым, был во имя Иисуса, во имя Иисуса. Он просто бежал, говорит, помилуй меня. И Бог слышит нас. И он потом, и тебе кажется, что он все знает. Он все знает. Он ни у кого не просил исцеления глаз. Для него это тоже был сложный период в жизни, когда он потом нужно было что-то делать. Он не умел ни работать, ничего, даже ходить нормально не умел, его носили, там клали около храма, где можно было просить выхода из города. Но заново, все, полностью взрослый, мужик заново начал свою жизнь. Я недавно ехал в Москве с таксистом, который в 53 года от коллекторов из Липецка смылся в Москву. и работал там таксистом. В 53 он мне рассказывал ад вообще, как он жил в машине, мылся в этих, оказывается, там в Москве где-то там можно намыться, где можно в туалет, где поесть, где переночевать. Он мне рассказывал это все. Я смотрел на него, Вартимей, ну тут просто прозрел, что должен денег, его сейчас убьют, умчал в Москву, и там, ну все, все, это трудно, это был момент переживания, все, потом, сейчас, всех родственников перетянул, дети все переучили, за всех заплатил, все, устроился, все сделал, но вначале это вот так, то же самое здесь, ты пришел в церковь, ты пришел в церковь к Богу, который знает все, не просто для того, чтобы потребительский что-то исцелился у тебя, деньги появились, или что-то что-нибудь, ты пришел, ты выбрал новую жизнь с Богом, и она своеобразна, Писание говорит, труден путь, узак путь, это широкие врата, ведущие в погибель, они широки, пожалуйста, иди, что хочешь, делай, но узак путь, ведущий к небесам, поэтому, ну, ужимайся, сужайся, лезь вот так, но делай что-то в своей жизни христианское, а не просто живи потребителем, он мне здесь не ответил, там мне ответил, слушайте, мне каждый раз что-то отвечал, мне это не нравилось, но в большей части своей жизни я это делал, и тогда в твоя жизнь, вот тогда она становится нормальной, христианская, хоть более-менее, дальше он говорит, подкрепляй душу мою, направляй мне, анестези правды, ради имени своего, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, будет долина смертной тени, но есть две причины, по которым ты не должен бояться зла, зло будет, но две причины, по которым ты не боишься зла, потому что Бог что делает? Первый у него есть жезл, это он разбивает силу тьмы и всего остального в твоей жизни, потому что я уверен на 500 миллионов процентов, что нас минуют основные проблемы и трудности, они проходят мимо, потому что если бы он не защищал нас, не оберегал нас, то в нашей жизни произошло бы такое количество трудностей, такое количество проблем, но он бережет и этим жезлом разбивая вокруг нас силы тьмы, но есть другое, есть второе, там вот я оглядываюсь, думал, там есть надпись, вот, здесь есть посох, посох это то, что тебя по ребрышкам обратно в стадо возвращает, обратно к общению, он так-так-так тебя тихонечко так, раз-раз-раз, раз, потому что ну вот вы не колхозники, в хорошем смысле слова, или плохом, а вы не понимаете, о чем речь, а я скажу вам, если животных выкинуть, просто вот открыть вольер, они выйдут и в течение двух дней все умрут. Знаете почему? По причине того, что они будут есть то, что их убьет. Потому что у меня был очень смешный случай, я был знаете, коров выгоняли раньше в луга пастись, я был главным. Не, не, не то, что пастухом, это элитно слишком, нет, у меня были пастухи, замечательные ребята, и они. И они Qué фор國家 наезды не получилась, я mammberg, пояс ко мне вне. и они и aún Niet could, вы не успели. и не подèce,